Ровно месяц назад в Твери в очередной раз загорелся 122-й дом во дворе пролетарки, известной более как Морозовские казармы. Полиция сейчас разбирается в причинах и ищет виновных в произошедшем, а люди, проживающие там, стараются наладить свою жизнь после пожара. Один из местных жителей провел нам экскурсию по сгоревшей постройке, а наши журналисты выяснили, что будет с ней в дальнейшем. Вот здесь они костер разожгли и все, и пошло. Местный житель по имени Али показывает нам место, откуда и начался очередной пожар. Если быть точнее, третий. На этот раз, по словам мужчины, виноваты были дети. Разожгли костер, когда пытались найти выпавшие из кармана монеты. В итоге вспыхнула нежилая часть дома, а из-за деревянных перекрытий огонь быстро распространился на все здание. Это здание относится к нам. Там жилое, там люди живут. Мы там живем, я там живу. Знаешь, а это заброшка. Три раза горело. Детская шалость привела к выгоранию площади, равной 60 квадратным метрам. Была проведена эвакуация людей со второго и третьего этажа. Более 30 человек. Сейчас они возвращаются в свои квартиры и приводят их в порядок. В свою очередь городские власти приняли решение о капитальном ремонте здания. Оно исходило от комиссии, обследовавшей дом после ЧП, а глава двери Алексей Огоньков его поддержал. При этом работы ограничатся только ремонтом фасада и системой электроснабжения. На отделочные работы выделят 188 тысяч, на электросистему – 910 тысяч рублей. По мнению специалистов, проводивших обследование дома, несущие конструкции не повреждены и в ремонте не нуждаются. Дополнительно в администрации сообщили, что по предварительной информации, обгоревший участок балки перекрытия не несёт опасности для жизни и здоровья граждан, проживающих в указанном доме. Также отметим, что, по словам жителей, администрация города не признаёт их погорельцами и не предпринимает никаких действий для их переселения.